Ростат подарил Западу черный день санкции, когда в Евросоюзе и США готовили домашние заготовки в виде первоначальных пакетов ограничений, надеялись, что смогут быстро сломать нашу экономику и приступить к разделу имущества, неприятным сюрпризом стал факт того, что разбить не удалось. А делить стали уже самих делителей, никаких долларов за 300 и 200, никакого двухзначного, как желали видеть. По ту сторону здравого смысла в самом начале даже наше министерство считали, что нас ждет падение на 8% ВВП. Потом, правда, выяснилось опытным путем, что никаких 8% или даже 5% не будет. Самым сложным 2022 год обошелся нам в 2% падение ВВП, как считалось. Но это именно считалось, но Ростат пересчитал и решил иначе. Прогноз падения за 2022 год был резко улучшен и составил 1% ВВП. Это связано с тем, что компании и другие государственные структуры, министерства и ведомства представили отчеты, на основании чего Ростат изменил цифры в абсолютном значении ВВП России за 2022 год он составил 155 триллионов рублей. Это третье уже уточнение, впрочем, ничего здесь нового нет, и уточнение здесь верное посчитали получше. Вот и нашли. Ну и из-за чего получилось такое падение? Спад в 2022 году на 1% объясняется сокращением индекса физического объема добавленной стоимости в опте и рознице в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов и обрабатывающих производств. Таким же образом Ростат улучшил данные по росту ВВП за 2021 год до 6% годовых с 5%. В подобных уточнениях нет ничего криминального. По мере сдачи отчетов меняются и цифры. Так что процесс может несколько затягиваться, и искать здесь какой-то подвох не стоит. В третьем квартале 2023 года наш ВВП вырос на 5,5%, в абсолютных значениях это 44 триллиона рублей. Да и темп по росту увеличился, если брать для примера второй квартал 2023 года, когда они составили 4,9%. Про санкции не слышали, но вы продолжаете звать. Быть может скоро они к вам вернутся, остальные же бумеранги возвращаются. Почему бы и этим не сдать назад? Ну и пока у России санкции, в США общество кипит, примерно как мы вскипели из-за одной тусовки, на которую все пришли ошибшись дверью. Ну просто ангелочки, и теперь мы знаем, у кого они учились искусству пира во время чумы, у старины Джо. Разумеется, в то время, когда США утопают в проблемах, связанных с миграцией, а южная граница и вовсе требует едва ли не армии, дедушка отправился в отпуск. Нет, ну а что, коктейли на райских островах сами себя не выпьют. Да к тому же, а что толку эти проблемы, за решение таких проблем не платят, вообще не платят. К демократическому сожалению, попытка обсудить эту тему с президентом Мексики вызвала шквал критики. Вы не решаете проблемы, кричит пресса в Белом доме. Впрочем, у бумерангов говорят отличные способности доставлять себя отправителем, и глядя на происходящее, сомнений в этом не возникает.